Никакой битвы не будет, мы их просто уничтожим, просто уничтожим в одну калитку. У нас с Андреем нету места в гаражах, куда ставить катера, да? И он, значит, кладет этого бочка, а там ноль. Друзья, приветствую вас в своем подкасте «По душам» с Сергеем Беляевым. Это подкаст с виски, который мы сегодня будем выпивать и угадывать. И хочу представить замечательного человека, просто монстра рыболовного спорта, киборга, робота. Я не знаю, как его еще назвать. Ну и замечательного человека, которого я знаю очень большое количество лет, наверное, лет 15. Это трехкратный чемпион ПАУ. Не знаю, как мне Дима сказал, 12-кратный чемпион России, Кубка России. Трехкратный чемпион мира. Нет, двухкратный. Двухкратный чемпион мира, ну, тоже извините. Это Дмитрий Елисеев. Встречайте. Привет, Дим. Еще раз, Серег. Очень рад тебя здесь видеть. Мне вообще очень приятно. Мне очень приятно с тобой общаться. Вообще, у меня хорошо. Третий гость в моем подкасте. Они все такие замечательные, добрые, хорошие люди. Вот мы такие веселые, юморные. Мы всегда, в принципе, общались-то, ну, хорошо, позитивно, открыто, с юмором, с подколами. Но в большей части, либо по работе, либо на соревнованиях, где особо, кроме как, наверное, на банкете, ну, действительно ты не отдыхаешь. А сегодня, в такой непринужденной обстановке, готов тебе выложить все. И даже несмотря на то, что ты мне больше налил эликсиры правды, ну, как бы, мне скрывать нечего, я готов. Вот. Все тебе выложить, как есть. Да, ты очень тонко подметил эликсиры правды. Ну, давай начнем. Давай начнем. Эликсир правды должен... Это самая приятная пытка, которая у меня была. Ну, давай начнем. Сразу хотел бы поздравить победителей конкурса, кто угадал в прошлом подкасте тот напиток, который мы выпивали и разговаривали по душам с Максимом Аристовым. В комментариях под нашим подкастом мы узнаем имя победителя. И туда поедет бутылочка хорошего ирландского виски «Таламор Дью». Дмитрий, ну, начнем? Давай, Сереж, я думал, мы уже начали. Да мы начали уже. У нас же с тобой беседа, как старых добрых друзей. Сколько мы друг друга знаем? Когда ты пришел в наш клуб кастинг? Наверное, как раз лет 15 назад. Все просто. Я каждый день рыбачил, ловил рыбу. Иногда, когда летом был перерыв между учебой, ходил на рыбалку вообще по три раза. И один раз, пойдя с другом на водоем, который находился недалеко от дома, я встретил рыболова, такого серьезно подготовленного, оснащенного по последнему просто слову рыбацкой техники по зимней рыбалке со льда. И я понял, что он, ну, серьезно. Ты понял, что ты пропал? Я понял, что я вообще ловить рыбу не умею. И чем дальше я начинал заниматься, а занялся я рыбалкой именно спортивной с того дня, мы договорились на следующий день созвониться. Встретились еще раз, рыбу половили, на следующий день поехали уже на соревнования. Кубок юного рыболова был на водном стадионе. Дима, а перебью тебя. Тебе лет сколько было тогда? 13. 13 лет? Да. Ты 92-го года рождения? Да. Это значит 2005-й год? Да. Ну давай, дальше расскажи, мне просто очень интересно, как я первый раз это слышу, кто был этим рыболовом и на каком водоеме это происходило? Недалеко от дома, буквально в 500 метрах у меня запрутка, где я все детство провел, ловя окуня, плотву, карась иногда крупный попадался, ну там вся рыба в принципе есть понемногу. И вот зимой в мороз мы с другом пошли на рыбалку со сногласником моим Максом, встретили там подготовленного рыбака, каких я раньше не видел. Я только в журналах читал о рыболовном спорте, о том, что где-то кто-то первое место занял, он там делился своими советами, секретами и с удовольствием я эту информацию впитывал. Завидуя людям, кто этим делом живет вообще, у кого такая жизнь. Вот, встретив моего будущего тренера, моего нынешнего друга и соратника по команде, мы до сих пор ловим вместе Дмитрия Дмитриевича Савосина. В тот день я, он говорит, хочешь, подошел сам, хочешь заниматься рыболовным спортом, я вообще говорю, да. Созвонились, обговорил он с матушкой моей дальнейшее мое движение, в общем, так скажем, по жизни. Вот, и на следующие выходные мы отправились уже сразу без тренировок на соревнования. У меня было несколько удочек, самую тонкую леску я тогда использовал 0,08, а было глухозимье, рыба. Это толстая леска, да? Ну, это считается толстая леска для масштабов соревнований, да, если рассматривать. Похвастаюсь, у меня рекорд на леску 2,05, 0,05, у которой разрывная нагрузка 170-220 грамм, это если она свежая, на узле. Я поймал окуня на 890 грамм, он у меня 25 метров размотал лески, и если бы я его не поймал, я занял бы последнее место на тренировке. Поймав этого окуня, я занял бы первое место. Слушай, я даже не представляю, сколько же ты его водил, полчаса? Ну, минут 15. Там еще такой ветер был такой, сухо очень было, я постоянно на пальчике, как фрикцион, знаешь, я поплевал там это, раз, 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 раз его сфотографировались, показали, отпустили его в своей себе, блин, горбач запомнился мне просто на всю жизнь. Ну, так вот, что касаемо соревнований, приехал я туда, ну, относительно неподготовленный, до этого у меня был ленинградский бур, а там, как ты знаешь, Серег, вращение у нас, я все время путаю, в правую, в левую, ну, в общем, в другую сторону, нежели импортные там шведы, финны, а тогда именно ими все пользовались спортсмены, подготовленные, оснащенные ребята, и мне на соревнования выделили бур. Вот, Мору. А, правого вращения. Да, и тут команда старта, ты понимаешь, что происходит. Я как просто, как ужаленный, как, я не знаю, как на стероидах начинаю крутить этот бур вращать, он с легкостью проходит там кашу и снега, но затем он упирается в лед, и я не могу просверлить лунку, и не понимаю, в чем дело. Но потом все-таки до меня допирает, что, ну, как-то я... Я хотел спросить, может быть, ты все-таки умудрился одну лунку просверлить в обратную сторону? Нет, нет. Все-таки просверлил лунку, вот, и не одну, там десяток, кое-как ловил, думая, что у меня суперсверхсовременные деликатные снасти, но потом, как оказалось, у меня были очень грубые снасти. Да, 0,08, ну, понятно. Я даже никогда не ловил зимой на такую тонкую снасть, у меня, наверное, максимум 0,1. Вот это самое тонкое, то я боюсь, я не знаю такую паутинку. Вот, 0,05, я даже не представляю, что это такое. Дело техники, сноровки, на самом деле, ну, все как бы направо. Слушай, а вот когда ты пришел в клуб, я... Селег, второе место занял на первом селе. Второе место занял. 181 грамм я поймал, а мой сосед, тоже друг, нынешний Боря Богданов, поймал 182 или 183 грамм. Ну, понятно, почему ты чемпион всего и вся. Ты на первых соревнованиях занял второе место. Ну, тут... Твоя карьера началась... Вообще, считается, что ты счастливчик. Многие говорят, что ты счастливчик, что выступая с тобой... Я помню ваше выступление с Николаем Козыревым в 2013 году, когда вы, не очень удачно выступив на первом этапе в Сыдрине... Мягко говоря. Потом дали такой, там, спурт сделали на этапах... Так, где у нас первый? Чебоксарка и Балакова. Да, и Балакова. И обошли всех. Когда шторм был. И Андрея Петерцова обошли, твоего нынешнего напарника. И кучу-кучу всех там обошли. И в итоге, после неудачного выступления на первом этапе, заняли второе итоговое место. Круто было. Круто было. Есть что вспомнить. В общем, ты счастливчик. Есть чем гордиться. Ну, я считаю, что мне везет, наверное, с людьми, с которыми я вообще, в принципе, по жизни иду. Это на всем своем протяжении жизненном, спортивном, рыболовном. И, ну, в принципе, попав в клуб, в кастинг-клуб, познакомившись со многими именитыми спортсменами, которые делились опытом, передавали знания открыто, честно, ну, доброжелательно. Как говорил тоже один из моих тренеров, Евгений Николаевич Киселев, впитывать как губка. Вот. Старался каждый момент намотать на ус. Вот. Чем я, собственно, вам, Серега, и признателен. Да, ты такой скромный парень, что сейчас все заслуги там, это вот ты там. Ну, ты все-таки счастливчик. Ну, все-таки, я даже смотрю на ваш экипаж с Андреем Петерцовым. Смотри, после того, как Андрей расстался с Андреем Живиным, вот, да, он довольно там удачно выступал, там, занимал там вторые, там, третьи, по-моему, места по итогам года, но, ну, только когда ты появился, вот, пошел вот этот ваш невероятный взлет, вот, не сразу, конечно, 17-й год победы была на тоненького, да? Очень на тоненького. Действительно повезло, ну, отчасти, как бы, звезды сложились таким образом, что наша чаша весов, она немного перевесила усилия других экипажей, а потом, да, мы уже, несмотря на то, что... Два балла? Ну, или сколько там. Два балла. Какой-то Бершик был, да, вот, по-моему, Рытов с Кузьмичевым, да, Женя, они там, вот, поймали одного Бершика, который решил судьбу, собственно, всего. Ну, не тебе ли это знать? Ну, да, да, как мы на Иваньке с Денисом Викровым, 68 грамм, которые поймали, на 68 грамм, которые поймали Киселев-Медведев, они решили исход всей гонки за звание лучших рыбового года. Но тогда, как бы, это был довольно крутой сезон, 17-й год, лидировал Максим Русяев, кстати, первый гость моего подкаста, вот мы здесь вспоминали с Максимом, как им было обидно, они лидировали весь сезон, и вот эти два балла не хватило, и вы стали лучшими рыболовами. 18-й год уже был немножко другим. Другим, на самом деле, у нас уже произошла, ну, достаточно хорошая связка командная, вот, мы стали друг друга понимать, прислушиваться, узнали друг друга, вот, ну, притерлись, это абсолютно нормальная практика, и, в принципе, мы, ну, действовали лучше, но по стечению обстоятельств, по каким-то водоемам не нашим, какому-то недопониманию того, что происходит под водой в ряде случаев, когда рыба мигрирует, и не можешь предсказать ее действия, ну, что-то такое случается, когда ты делаешь одну ошибку, а это влияет на весь твой результат, и мы сделали аж две ошибки в первом и в третьем туре, что в итоге отодвинуло нас, ну, достаточно низко, но при этом мы учли ошибки, сделали выводы, и в следующий год уже играли, опять же, по нарастающей, по-другому. Тяжело тебе с Андреем? Вот Андрей интроверт, вот мы следим за ним в соцсетях, он уезжает, там, позднюю осенью на катере в какой-то водоем, который замерз, он потом как на ледоколе идет, он ночует один, живет в лодке неделю, где-то там, ему тараканев какой-то один, я с ним разговариваю, у меня там все рассчитано, летом 5 литров воды в день, 2,5 литра воды в день, там, то, сё, там, еда, там, всякая разная, плитка, вот, живу там, тяжело тебе, ну, Андрей, в общем, он не сказал бы, что одержимый, он профессионал, да, ну, каких я, наверное, не знал в своей рыболовной карьере, в спортивной карьере. Скажи, тяжело тебе с ним было хотя бы вот на первых порах? А я тебя обосную потом, почему? На самом деле у меня поступают периодически вопросы о том, ну, кто-то вообще и во время турнира даже от самих спортсменов, там, вообще Андрей Петерцов есть, ты его видел, я говорю, да, я его видел, говорят даже, что он и ест, и спит. Не, на самом деле, конечно, все люди разные, вот, Андрюха, наверное, ну, человек, который по упорству таких я не встречал еще, я считаю себя упорным человеком, но Андрюха чрезмерно упорствует, вот, во всех смыслах, и за счет этого он сделал себе имя, карьеру, и все знают его таким, какой он есть, это Андрей Петерцов. Именно с этим он ассоциируется у многих. Титаническое усилие, максимальная точность, там, выберенность, и все в этом духе. Конечно, тяжело. Первый сезон мы притирались, очень тяжело. Второй сезон уже нормально, сейчас как бы уже знают друг друга, ну, просто тяжело. Слушай, да, Дим, спасибо, что ты так откровенен, потому что, вот, задам тебе неудобный вопрос. Особенно первый и второй сезон, когда вы выступали с Андреем Петерцовым, 17-18 год, причем первый он был удачный, вы сразу стали лучшими рыболовами. В соцсетях и на том же Росфишинге там проскакивало, что когда смотрели, там, кадры прямой трансляции, что там Андрей вроде там, как бы повышал голос, там, еще что-то. Там некоторые говорят, блин, жалко, там, Дмитрий Елисеев, там, Андрей, там, покрикивает на него. Андрей, ты уже звени, вот, как есть, говорю. Потому что много, как бы, людей в те годы. Сейчас хочу сказать, что все изменилось, сейчас, как бы, совсем по-другому. Я покрикиваю. Слушай, вот я хотел сказать, вообще, ты-то бывал такой, что ты повышал голос? Слушай, Серег, не, я вообще спокойный по жизни. Это не просто, ну, у нас в экипаже, что кто-то там на кого-то кричит, еще что-то там, допустим, я как-то это, да, все сглатываю, еще что-то там, там, принимаю как должное, там, какой-то, знаешь, матрос, или там есть Бэтмен, есть Робин. Я себя Робином не считаю. Я считаю наш коллектив, нашу команду сильной именно потому, что мы, ну, равноправные игроки, мы прислушиваемся друг к другу. Если Андрюха силен в своей точности, в монотонности, в усердии, вот, то я, наоборот, с художественной стороны, вот, и с его темпераментом, мы абсолютно разные, но в этом наша и сила, то, что мы прислушиваемся друг к другу и стараемся. Если Андрюха говорит, надо работать, я говорю, надо отдыхать. То получается, то надо работать. Нет, то мы где-то в серединке, ту самую золотую середину находим, по которой идем, и также, ну, по всем мнениям, если там, вот, Андрюха, например, знает, сколько километров в час должен идти катер, сколько у него винт должен крутиться, там, сколько нам, там, вот, отсюда дойти, досюда в минутах, там, если будет ветер, как нам лучше обойти, чтобы там быстрее дойти. Я могу сказать, на какую приманку, в какое время, в какой день, с какой точки мы поймали рыбу, в каком она размере была, какие были условия, что было в охолоте. Вот, любую рыбу я могу так озвучить, и это не то, что сейчас в течение какого-то турнира, а это в течение... Пяти лет, которые вы выступаете вместе? Да, я даже помню всю рыбу, которую мы с коленом ловили. А бывает, что вы разговариваете вот по душам, как мы с тобой? Или только разговоры на тему, там, тренировка, акватория, тактика, техника, заброс? Ну, честно скажи. Много разговариваю. По душам и постоянно смеемся, и, ну, просто общаемся, и даже на ответвленные какие-то отдаленные темы работы. Обсудить женщин, машины, там, какие-то поездки. Виски. Ну, виски вряд ли, мне кажется, сомневайся. Да нет, все обсуждаем, Серега. Конечно, рыбалка – это основа вокруг, чего, собственно, все и вращается, но разговариваем обо всем. Смеемся очень много, я тебе могу сказать, ржем постоянно. Знаешь, вот я недавно, кстати, думал об этом, что есть определенный предел, ну, допустим, экипаж, который там сколько лет там выступает, помнишь? Экипаж Шабарин и Евтицов, которые чуть ли не там со студенческими вместе, и потом выступали там 6 или 7 лет там подряд. Мы с Денисом Вихровым, у нас тоже, по-моему, 7 сезонов, там мы выступали с 2014 по 2020 год. Вот есть какой-то критический предел, ну, временной для экипажа. Ну, когда уже выступаешь, выступаешь и понимаешь, что не то нам пора там как бы создать новую ячейку, допустим, новый экипаж. Я вот про себя скажу. Ну, как бы я уходил, я просто понимал, что где-то там стал бояться, ну, в плане того, как бояться. Боялся там, где-то что-то не чувствую, что не дорабатывать. Я ушел, пытался, вернее, уйти, потом вернулся, потому что хотел, чтобы у Дениса Вихрова как бы появился тот напарник, у которого не будет таких комплексов, которые появились у меня, ну, возрастных. Вот как ты думаешь, можно выступать 10-15 лет в одном экипаже, вот без всяких проблем? Если взять отрезок жизни пятилетней вот этот, наших совместных соревновательных выступлений, то надо сказать, что один год мы провели с Андрюхой, как мы сейчас с тобой, то есть находясь вместе каждый день. Ну, если так разделить время. И, ну, конечно, это тяжело, и мы отдыхаем друг от друга, но при этом у нас есть общие цели. Мы за эти годы стали уже, ну, близкими друзьями. Если сначала это как бы напарники, да, еще что-то. Ну, мы знаем недостатки друг друга, мы знаем плюсы друг друга, и стараемся, конечно, акцентировать все на плюсах и на стремлению к победе. И на данный момент у нас как никогда это стремление только вперед, и с каждым днем оно только усиливается. И наш вектор общий, он смотрит только в одном направлении. Непобедимые роботы и киборги не выиграли сезон. Ну, ты же находишься там в соцсетях, в Инстаграм. Бываю. Ты бываешь там на Русвишинге. Ты видел, какие комментарии последние годы были, что они непобедимы. Вот, бороться с ними невозможно. Вот, это, они роботы, они киборги, они, это люди, которые, ну, я подтверждаю, что-то у вас такое есть. Кстати, мы проведем конкурс на розыгрыш, сертификат на покупку в Рыбомании на 10 тысяч рублей. Я потом объясню, он будет касаться именно киборгов и роботов. Вот, вы роботы, вы киборги, вы Бавария, вы кто там, вы Барселона, я не знаю, вы Реал Мадрид. Думали, что вас победить невозможно. Вы тренируетесь так, я с Максом Арестом, ты смотрел мой подкаст? Смотрел, конечно. Мы с Никитой Мазаевым просыпались полчаса, но мы в этот момент, от того, что хлопала дверь, даже раньше хлопала дверь соседнего номера Андрея Петерцова, которого я не видел, он 14 дней тренировок, и потом где-то минут через 10 заводился мотор, и в ночь, в холод, в дождь, в снег, в волну уходила лодка. И приходило 8 вечера. Ночью уходили, ночью приходили, работали. Как раз первые, кто завтракал, это как раз был Арестов с Гальцким. Думаешь, все-таки вот это им сказалось, да, на их непобеде в этом сезоне? Не знаю, но Макс сказал, что у них утро начиналось с того, как наш катер уходит туда. Дим, тяжело так тренироваться? Конечно, тяжело. И вообще, то, что мы не сломляемые, мы киборги и так далее, и так далее. Ну, так, конечно, зритель может подумать, у него сложится такое впечатление в связи с нашими. Ну, хорошими выступлениями в последнее время, в последние года. Но это рыбалка, мы живые люди. И когда мы поймали нуля в Саратове в этом году, ну, было дело, знаешь. Просто люди, ну, я был ошеломлен на самом деле. Из-за того, что люди просто не верили, что такое может быть, типа это все куплено. Я в то же время ошеломлен, но в то же время мне было очень приятно и в то же время неприятно. Неприятно из-за того, что люди могут подумать, что это все там как-то спроекцировано. А в то же время мне было очень приятно, что люди настолько в нас верят, настолько уверены в том, что по-любому, если мы выплыли там куда-то, если мотор завели из зоны старт-финиш, вышли, уже как минимум пятнашку поймают. Слушай, ты прямо переноскатил мой вопрос, Дим. Я когда вчера готовился к подкасту, я как раз хотел эту тему обговорить. Ноль в Баварии, там, я не знаю, там, в Реал Мадрид межгалактическая команда, непобедимые из непобедимых привезли ноль. Ну, конечно, Серега, это же... Тяжело было психологически, вот, как бы вы не подавали виду, вы улыбались на сцене, не подавали виду. Я тоже получил в этом году 2-0, первый раз в карьере 2, правда, ну, я вас перещеголел, но одно дело мы и одно дело вы. Ну, вы двухкратные, мы трехкратные, ну, небольшое дело-то на самом деле, разброс. Не, на самом деле, Серега, ну, ты, конечно, это все видел на тренировочном процессе, когда мы тренировались всего по 15 часов вместо 24 часов, конечно, ну, мы, как многие считают, ловили не в полную силу, не старались, дали там слабину, дали фору, да, вот. Проискочила информация о том, что у нас с Андреем нету места в гаражах, куда ставить катера, да. Вот, на самом деле же, мы после того, как поймали ноль, свой первый в карьере, напали, ну, надеюсь, что последний, всем это очень понравилось, вот. А мы получили столько поддержки, столько добрых слов. Ну, были, конечно, и негативные какие-то пожелания, но в целом люди просто за нас прям такие кулаками топили, давайте, ребята, ну, дали. И попытались, конечно, тоже сейчас какую-то интригу создать на финале, но не получилось. Слушай, ну, камбэк был невероятный. Не, мы видели камбэк того же Саши Королева с Митиным, когда-то в том же 19-м году. 32 килограмма. Когда они там привезли чуть ли не ноль, а на втором туре они поймали 32 килограмма и стали вторыми. Но вас было сложнее. Вы два этапа. Тогда был двухэтапный турнир, двухтуровый, вернее. А это был трехтуровый. Конечно, это невероятный камбэк. Слушай, никто не знает, но я вот тебе расскажу. Ну, по секрету. Ну, не по секрету. Вот сейчас тем более всем расскажу. Когда вы привезли нуля, ну, закончилось взвешивание, мы там разошлись по своим домикам. Вы же помните, вы жили рядом с нами. Вы даже иногда путались. Заходил. Да, я же по утрам иногда к тебе заходил. Да, заходил. Смотрю, Серега в нашем номере что-то делает. Да, да, да. Что там Серега Беляев там делает? Слушай, я пошел, увидел, что Андрей Петерцов сидит на корыце. Я подошел, хотел у него что-то спросить, но он мне так резко ответил. Сказал, я не могу сейчас разговаривать, Сергей. Вот так вот. Я понял, что насколько ему тяжело. Такой глыбе вот этому роботу, киборгу. Я понял, что он не робот, что он не киборг. И то, что здесь вот какие-то ходят слухи, что вам проплатили, чтобы вы не выиграли этот год. Как бы вам не нужны лодки, вам дали деньгами, чтобы вы так круто так проиграли. Ну, Дмитрий Елисеев нам подтвердил. Не платили вы? Да нет, ну, конечно, я шучу насчет того, что мы там и гараж у нас не достроен, и то, что 15 часов вместо 24 обычных мы тренировались в лайтовом режиме. Ну, конечно, просто выжимались просто из себя по максимуму. И обычно, когда уже к туру дело подходит, уже, ну, вот, что касаемо нуля, эмоции просто, на самом деле, у меня лично отсутствуют. Я хладнокровен, спокоен, и, ну, делаю максимум из того, что есть, но при этом, ну, к результату к любому готов, потому что это рыбалка. Да, интересно, вот этот этап в Саратове, ну, понятно, второй тур судаковый. Ну, я так понимаю, вы были готовы, я следил за твоей соцсетью, я видел, что вы там судаков, там и ты, и Андрей Петерцов. Вот выкладывали, я прям понимал, что у вас там все неплохо. Ну, вот третий тур, третий тур, я потом пересмотрел, я потом пересмотрел прямую трансляцию, которая была. Вы рисковали. Вы там рисковали. Скажи, как вот удалось, вот именно в этом третьем туре, у вас тоже не сдалось все с самого начала? как-то... Слушай, Серег, на самом деле, да, мы достаточно долго лазили по одному участку и не могли зацепиться за рыбу. Затем поймали четверку, вот, и опять очень долго времени, ну, то есть вообще без контактов, без всего было, и затем доловили одну хорошую рыбу. Ну, там вот семера, по-моему. А затем две крупные щуки у нас попались с одного места, где было набито все белью. На экспериментальную приманку? Ну, да, да, на самом деле. Но на тренировках мы на нее очень хорошо лазили и были в ней уверены. Вот. Поэтому, если на нее не клюнуло бы, то другие мы бы даже и не стали кидать. Что за приманка? Это вот этот... Вот этот твистерочек. Да, вот этот твистерочек, да, экспериментальный фрам. Который большие колебания дает. Вот на более спокойной воде мы, ну, на него ставку делали, но все равно ловили разными приманками. Я использовал 8-дюймовый изи-шайнер в придонном слое, ну, джигом таким, да, плавным. Андрюха ловил на большие на гека и на твистер. Ну, в принципе, на самом деле, на 11-то щуку мы на гека поймали. Вот. А дело в том, что мы идем по точке, смотрим, а рыбы там нету. И уже хотим уехать. И тут, короче, стаи бели и просто, знаешь, как по Сабанееву. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Мы просто такие, знаешь, сердце внутри все прям так... Встали. Первый запрос. Есть. Вот. Потом покрутились, что-то не клюнуло. Обрыв был у нас один по хорошей рыбе. И затем, прям перед финишем с этого же места доловили еще здоровую рыбу. Я потом с ней просто в лаве или сидел. Она заглотила. Я на коленях сижу, но там далеко нам ехать. Там часа чуть ли не полтора, что ли. Вот. И в какой-то момент там волна боковая от судна, которое двигалось по фарватеру. Андрюха тормозит, меня, значит, колбасит, излавила вода мне в лицо, но это полбеды, срабатывает жилет. Блин. Да, у меня прям жилет срабатывает, я все равно эту щеку держу. Но был одет по безопасности, то есть все как надо по ГОСТу сверху, и поэтому никаких неудобств я не ощутил. Даже, наоборот, удобнее стало облокачиваться. Знаешь, как на подушечке, когда в самолете куда-то летишь или там едешь на дальнюю дорогу. Ну, то есть есть, что вспомнить. Это круто. Слушай, вот я всем вопросы задаю, мясорубка или муть, но я вижу, вы только мясорубкой ловите, да, на крупные приманки? Знаешь, Серег, я как бы к этому делу спокойно отношусь. Я вообще к рыбалке более так расслаблено и с художественной, так сказать, точке зрения на нее настроен. Андрюха как бы считает, что с мясорубки намного плавнее фрикцион, вот, как бы, ну, если напарник хочет, ну, я не против абсолютно. Давай ловить. Ну, ты мультами ловишь вообще? Да я вообще очень люблю ловить мультом через фигу. На джик, в удовольствие, просто поклевки неимоверные. Вот все мечта я уже, правда, лет пять, наверное, мульт в руки не брал, но стоит у меня, я постоянно периодически с него пыль. Андрюха пятерцов не разрешает. Да нет, можно ловить, я думаю, может быть, даже и в каких-то условиях мульт, ну, будет в приоритете, но пока, как бы, предпочтение отдаем без инерционка. Результат говорит сам за себя. Поклев идет, вываживаем. Вы за пять лет выступления в одном составе стали три раза лучшими рыболовами года. Ну, как бы, тут вообще вопросов нет никаких. Скажи мне, ты первый раз стал лучше рыболовом года, по-моему, тебе рекорд принадлежит, да, по молодости? Я сейчас скажу, Денис Вихров, который в 88-го года рождения, первый раз стал лучше рыболовом года в 14-м году в возрасте 26 лет. По-моему, ты в 25 стал? Ты самый молодой лучший рыболов года. Ну, 25 я был. Наверное, да, если мне сейчас 29. Слушай, ты к своим 29-ти годам выиграл все. Все, что можно, все, что нельзя, и чемпион мира. Блин, я не побоюсь сказать, что ты один из самых, если не самый, титулованный сейчас спортсмен. Потому что Андрей, к счастью, или не знаю, к сожалению, не выступает ни по мормышке, ни по поплавку, а ты еще умудряешься зимой, как бы, и ты лидер сборной, ну, один из лидеров сборной России по мормышке и вообще всего, всего мормышечного спорта. Да, очень круто. Слушай, тогда я хотел бы, знаешь, о чем поговорить? В этом году рекорд установил. О, расскажи. Чемпионат России, Кубок России, абсолютное золото и на одном, и на втором турнире. Просто, значит, невероятно. Я понимаю, ты, наверное, робот. Да не, ну, там сложилось. Причем, что тренировались мы, представляешь, в Тюмени была температура минус 35, и ветер был на тренировках, там, в один день просто одна команда вышла и ушла сразу. И ты на 005 лесочку там ловил, да? Да не, не, мы так не деликатичили, 006 леска была. А, ну, я помню. вот. Такой канат. Да, и мы потренировались, я, по-моему, поймал за тренировку, там, рыб 8 всего. Один день вышли, потом простуда была, там тоже коронавирус, не коронавирус, как-то, ну, короче, погодные условия жесткие. И мы потренировались буквально несколько часов. Один день я с Паноптиксом ходил, в лунки его опускал, везти его, замучился вообще там. Транспортный аккумулятор отправляли, ну, короче, кучу пришлось преодолеть неудобств, чтобы там с эхолотом туда попасть. И мы выходили, когда, в принципе, потеплело, была температура, по-моему, минус 28 всего. Вот. А Паноптикс разрешено, ну, там, в инструкции по эксплуатации, по-моему, там температура, при которой его можно использовать, по-моему, минус 5, что ли, минус 10. Я в какой-то момент датчик, смотрю в эхолотную, опускаю, он говорит, все, не работаю, и температуру смотрю на датчик, а там минус 24, что ли. Ну, ничего, выдержал наше отечественное испытание, все нормально, жив. киборг. А давай мы вот конкурс проведем среди наших зрителей. Знаешь, вот именно мы разыграем сертификат на 10 тысяч рублей, который можно будет отоварить в магазине Рыбомания. Давайте так, вот прям мысль пришла такая, Дмитрий Елисеев, очень с тонким юмором человек, вот, все их, там, и Петерцов, и Елисеевы называют роботами, киборгами, я уже 10 раз об этом сказал. Давайте, тот, тот из вас, друзья, кто обоснует, почему Дмитрий Елисеев киборг, или наоборот, обоснует, почему Дмитрий Елисеев не робот, а обычный живой человек, вот, кто напишет самый интересный комментарий, тот получит сертификат на 10 тысяч рублей для покупки какого-то рыболовного, не только товара в магазине Рыбомания. Но если еще это в юмористической какой-то, да, нотке будет, в контексте, то вообще здорово. Ну, слушай, вообще, мы с тобой, и сам Дмитрий Елисеев выберет победителя, вот, по-моему, почитает эти комментарии, почитает, почему он робот, или там кто-то напишет, да нет, какой он робот, он нормальный, просто настоящий парень, такой веселый. Кровь-то была, говорят, это тоже искусственное все. Слушай, как-то у тебя, да, но все равно как-то все это было. Не сильно брызгало, да? Не сильно, да. Так что, друзья, пишите комментарии, обоснуйте, почему Дмитрий Елисеев робот, или почему он там не робот, обычный живой человек, и кто напишет самые интересные комментарии, которые Дмитрий Елисеев признает, тот получит сертификат. Не, на самом деле, Серег, я вот просто в камеру не буду показывать тот палец, с которым все это дело было, но он средний, да, и все предполагают, что это за палец, но вот у меня видно до сих пор, как бы... Слушай, это ужас какой-то. Да, да, на самом деле я нерв даже задел, у меня, ну, частично чувствительность на пальце, ну, и колкость такая, она присутствует, чувствительность отсутствует, а колкость присутствует, то есть я нерв задел. Слушай, ты, как там этот палец? Ну, зато видно сейчас, с более дальнего расстояния, если какие-то вопросы возникают, это палец более заметный. Это ужасные, конечно, кадры, и те, кто видел в прямых трансляциях руки и там Дмитрия Елисеева, моя жена смотрела и сказала, это ужас. Она сказала, что это просто, это разве спорт, это как... Там какое ограничение было, там вообще, плюсу 17? Или после этого сделали плюс 21? Ну, да, детей надо было от экрана увезти, слушай, ну вот ты, роботы, не роботы. Давай поговорим про твоего напарника, Андрея Петерцова. Давай. Он, правда, сейчас, по-моему, на рыбалке, как бы это... Он где-нибудь там опять колет лед на каком-то водоеме, да? Да, как бы подсечке не помешать, друг и пнет. Наступил 19-й год. Это год отсчета, когда в пале все перевернулось. Когда вы вынесли этот год в одну калитку, там, ну, благодаря, как нам тогда казалось, довольно крупным приманкам в 6,8, 7,8, там, и там, из Ешани 6,5, там, и 8-ми дюймовый. Вы вынесли этот сезон в одну калитку, ну, может быть, небольшое, то, что вы заняли второе место на третьем этапе в Коршевитом, это не умаляет. Вы просто вынесли в одну калитку, там, с небывалым отрывом. Мне казалось, что мы с Вихровым в 18-й год большим отрывом сыграли 95 баллов. У вас там было 135, там, или 150. В общем, ну, небывалый отрыв был. И после этого пал изменился. Пал изменился. Я, кстати, могу за этот год рассказать, в принципе, как мы к этому пришли. Расскажи. Это вот такой момент, на самом деле, очень интересный, он тонкий, и, ну, далеко не стопроцентный. То есть, мы ловили на тренировках, как всегда, обычными приманками, там 4-4,5. Да, в Сызрани на первом этапе. Весна. Ну, открытие, да, лето. Рыбка активная, все хорошо. И мы нашли одно место популярное, где много кто его знал, там была рыба, и все ее ловили. И мы решили на нем поэкспериментировать. Встали, открыли чемоданы, и давай все подряд туда кидать. Вот. У нас работала одна колебалка, хорошо. Андрюха на нее поймал две рыбы, при том, что уже классическими приманками щука нос воротила, она на них даже, ну, просто не обращала внимания. И мы несколько дней приходили на это место. и помимо этой колебалки, у нас, у меня, я ловил на фэт, тоже там откусили, чтобы его поделикатнее как-то вести. Поймал судака, ну, такого нормального, щучье место было, вообще там судака никто никогда не видел. Где-то, ну, такой 2,5-3 килограмма судак клюнул, с поклевкой такой злой, после облова всеми приманками. И еще был один контакт с щукой деликатный. Мы на тур себе этих приманок сделали, фэты в натуральной расцветке, но стопроцентно ставку на них делать, ну, не было. Вероятно, ну, для нас, что, вот прям вот эта приманка, мы на нее молились. И это все произошло во время туры. Мы ловим, неудачный день складывается, мы пришли вот на то место в озеро, на которое рассчитывали, на тренировке поймали там здоровую щуку, приезжаем туда, а мы седьмые. И там просто, ну, никак ты не подлезешь туда. Ну, вот вообще, ну, никак. Мы просто отдали точку этого, пошли по другим своим местам и прошло уже почти полтура, мы поймали одну щучку на трешник, Андрюха поймал на поролонку. И встаем на место, тоже козырное, и там тоже конкурентный экипаж. Вот. И у него была поклевка, то есть рыба на месте была, надо было, возможно, ее как-то доловить. Классические приманки 4-5 дюймов поролон-силикон не дали результата. Я одеваю этот ФЭТ 6,8, забрасываю, на первой проводке 6-700 клюет щука. Тут-то мы в него и уверовали. И первый этап, первый день, второй день были под эгидой под ФЭТа 6,8. Мы ловили на него всю рыбу. Мы поймали очень много рыбы, причем с тех же мест, где и ловили другие экипажи. Где классика не работала вообще? Наверняка работала. В одном месте такое смешное место было у нас. Также мы пересеклись с нынешними чемпионами на нем, с Виталием и Максом. Несколько дней мы были в одном и том же районе и видели, как они ловят коряжничек такой локальный в одном и том же месте. И периодически там рыбка вылазила, но там коряги вообще ничего не провести. паноптикса не было, поэтому ловили по направлению и как-то пытались протащить. И в первом туре мы смотрим, ребята ловят в этом месте. Мы не стали там останавливаться, они ничего не поймали. Во второй день заходим на эту же точку, они тоже где-то рядом, видят, что мы первые на ней встаем. Закоряжина очень сильная, мы там ловили на поролонку. Я беру поролон, а на тренировках я вообще поролон в руки не брал. Это как бы Андрюхина направление, а я ловил на резину. Ну, мы обычно кто на что больше привык. Я такой беру поролонку, я говорю, Андрюх, как это, ну, в шутку, как я вообще ловить? Так, забрасывай там пару оборотов, все нормально. Я забрасываю, два оборота делаю поклевкой, ну, такая щука хорошая, 4-5 килограмм, и это все на глазах было у Виталия с Максом, когда они вокруг нас на ней лозили. Нокдаун. Ну, запомнилась такая рыба, да, очень, очень приятно, уговорили ее трудовая. Так что получается? Это Дмитрий Елисеев как бы открыл в ПАТ 6,8 в вашем экипаже. Слушай, ну, попробовал я на него, просто, ну, так-то мы все подряд пробовали. Друзья, вот он, кто оказывается это внес вот эту всю сумятицу как бы в нашу, вообще, потом в наш спорт в 6,8, а теперь 6,8 и 7,8 это уже не хатя, да? Ну, это мелкие приманки, там, ну, там, судачка там поймать, там, да, полтора-два килограмма, там, щучка. В этом сезоне все-таки вы больше ловили уже такими свимбейтовыми размерами, да? 11 дюймов, 10, эволюция приманок. Казалось, фэт 6,8 там, и лизи шайнер 6,5 дюймов, большой. Теперь, казалось, это уже минимальный размер. Минимальный. Ну, вот в этом сезоне, скажи, вы ловили вот на эти небольшие, некрупные приманки 6,8, там, 6,5? Ну, это уже приманки из разряда, там, как ты сказал, судачка поймать, ну, там, бершика, охуня какого-нибудь потеребить, а так, конечно, 10 дюймов. Приманки это основополагающие, но либо, как бы, объемные. Вот, плотвичка от Вестин, реки роч, вот, такая толстенькая. Очень популярная, да? Да, Бултис, вот, большие объемные приманки, ну, Гека, Фанки Фрап, да? Граб. Ну, по сути, все. Которые еще пока мы не видели особо, ну, пока только видели. Но они есть. но они есть. Даже я не видел их еще. Я их не видел, я просто видел их там в прямом эфире, когда наблюдал за вашим экипажем. Ну, вот, из всех выявленных моделей, как бы, самые такие, которые показались об этом сезоне, это они, мы на них, собственно, все и отловили. Как и Арисов с Галецким. Ну, вот с этим судаком в третьем туре, это просто, я вспоминаю. Ну, ты знаешь историю? Нет, расскажи. Короче говоря, первый день щучий, второй день мы ловим судака, а в третий день мы идем вабанк и ловим крупных щук. В какой-то момент, вот как раз после этой щуки, у нас уже была четверка, вот эту поймали, там, трешку, и тоже щучье конкретное место встаем, где на тренировке встречались с щукой, встаем, забрасываем, паноптик запускаем, я кидаю приманку, потому что я первый, ну, Андрюха дольше все делает из-за катера, и мы, ну, по очереди кидаем в одном луче приманка, кидаю через корягу огромную, смотрю, из-под коряги кто-то начинает бежать, уже, ну, ты понимаешь это чувство, когда ты в онлайн-режиме наблюдаешь эту всю картину, я потихонечку через эту коряшку прям вплотную к ней, раз-раз-раз, и эта рыба через корягу прям сквозняком проходит, и у меня хлобысь, я подсекаю, ну, думаю, там щука просто, выматываю быстро, прям вот буквально за долю секунды, там глубина небольшая, метров 6, может, 5, вот, и на поверхности судак, ну, судак, как бы, трешка, я к Андрюхе поворачиваюсь и говорю, Андрюх, слушай, ну, судак, он такой, а, судак, ну, ладно тогда, подсачек берет, кладет, я этого судака выматываю, у меня внутри ощущение, и у Андрюхи, ну, это чувствуется, это у нас передалось, мы вот визуальным контактам, как мы сейчас с тобой, поняли, что судак не в зачет, этот трешный судак, я его просто подвожу, беру рукой, достаю джиголовку, выкидываю его, джиголовку выкидываю, хочу выпустить судака, тут вспоминаешь, микс дэй, да, я такой к Андрюхе поворачиваюсь, говорю, Андрюх, слушай, а судак-то сегодня в зачете, он такой, ну да, в зачете, представляешь, он сошел бы сейчас, вы его сдали в итоге или нет? нет, не сдали, а, в принципе, тогда он, да, ну, это такой момент смешной, который, ну, я не знаю, вот так вот, да, заигрались, заигрались, что уже обо всем на свете забыли даже о том, что судака уже, мы должны были ловить крокодилов, такая задача в голове стояла. А давай поговорим про 20-й год, вот это противостояние Елисеева-Петерцова и Чуланова-Денисова, вот, расскажи, вот этот год такой необычный, он как бы задал тон, сейчас в дальнейшем, в дальнейшем выступлении, впали там, именно крупные приманки, именно взрывной интерес, именно после этого сезона, после 19-го уже люди начали полавливать на крупные, как мы думали, там 6,5, 6,8, 7 дюймов, ну вот, пришел 20-й год, вот это противостояние двух экипажей, такая битва, как бы, которая началась в Казани и закончилась на финальном этапе в Самаре, это был, наверное, один из самых тоже драматичных сезонов, и вот расскажи мне про этот сезон, как вы бились с Чулановым Денисом? На самом деле, в Самаре было уже как-то поспокойнее, вот Казань нам далась труднее, тяжелее, и жара была, вот это, и водоем, на самом деле, несмотря на то, что Андрюха там один этап отыграл, ну, в современном варианте турнира ПАЛ, это все совсем уже все по-другому, каждый год все по-другому, а тут прошло уже 5 лет, да, ну, грубо говоря, и все изменилось, пришлось все заново пилить, большие акватории, понимание водоема, я за последние 13 тренировочных дней не поймал ни одной рыбы. Где? В Самаре? Казани. Казани. Ни одной рыбы, но я выходил в тур с четким настроем, что надо поймать здоровую рыбу, и она клюнула, каждый день у нас клевала крупная рыба. Слушай, ну, Андрей, ты Петерцов ловил в эти 13 дней рыбу? Да, но редко попадался, я причем в первые дни хорошо ловил, а потом вот как отрубил, но у меня была внутренняя задача по-любому, тренировки тренировками, но мы знаем, что ловить надо в туре, а не на тренировках, и весь акцент, весь напор, все внутреннее желание поймать, и вот ты держишь спиннинг, когда в руках, ты знаешь, что вот сейчас клюнет. Это чувствует, да? Да, я вот. Когда дернет сейчас вот прям. Да, я прям вот, ну, энергетику свою передаешь, просто вот прям по спиннингу, по леске, в приманку, и прям рыбе в лоб, чтобы она хлопнула. Так и произошло. Я вот с кем разговаривал, это последний подкаст с Максом Арестовым, я рассказал интересную историю перед финалом 20-го года в Самаре. Ну, ты помнишь, как нагнетали экипаж Чуланов и Денисов, но они любят это делать, Андрюх Чуланов, надеюсь, с ним тоже поговорю там скоро, вот, как они нагнетали, произошла такая ситуация. Я с ними встретился, не помню, а, с Андреем Чулановым, кстати, разговаривал, перед самым стартом финала 20-го года. Ну, я подошел к нему, сказал, ну, у вас будет битва там с Петерцовым, Елисеевым, на что он мне сказал, никакой битвы не будет, мы их просто уничтожим, просто уничтожим в одну калитку. Это битвы не будет. И все. Ну, я, конечно, под впечатлением этого встретил Андрея Петерцова, я его редко вижу, просто он все время в тренировке, а тут день тишины, ну, можно было перекинуться. Нельзя на тренировку идти. Да, ну, нельзя на тренировку идти, там, и можно пару фраз перекинуться. Я ему об этом говорю. Андрей, как бы, вы там, как вы готовы с Дмитрием? Я говорю, вот я тут разговаривал с Андреем Чулановым, и он сказал, что битвы не будет, вас просто уничтожат. Знаешь, мне понравилась его реакция. Он так спокойно мне сказал, время покажет. Время покажет, и мы посмотрим. Вот честно говоря, ты же видел, какое напряжение? Они там в соцсетях своих выкладывали этих щук, там огромное количество, выкидывали, там, знаешь, там выбрасывали, там через плечо, там этих щук, там ловили, ой, там 4-5, это вообще ни о чем, там, пум, там вот десятка, вот три десятки, вот четыре десятки, вот двенашка, там, ну, как бы напряжение нарастало. Вы наблюдали за этим, или вы абстрагируетесь? Вы никогда не смотрите, как тренируются конкуренты, и что они выкладывают в соцсетях? Нет, конечно, информация любая важна, и соцсети — это самая простая и удобная, самый простой и удобный вариант для получения этой информации, актуальной, да, там же актуальные, фотографии, какие-то успехи рыболов, и, конечно, смотрим. Другое дело, что все ловят рыбу, но кто-то ее выкладывает, кто-то афиширует, кто-то делает на этом акцент, а кто-то нет. Вот и все. Не первый год замужем, поэтому... Ты, Серега, сколько в спорте? Я с 98-го года. Ну, я поскромнее, чем ты, но все равно, как бы... Слушай, ну, я если... Не, слушай, если почитаешь, там откроешь сайт, пал, там есть, ну, спортсмены, дай информацию о спортсменах. Угадай, кто самый старый спортсмен в пал? Самый старый не знаю, но самый опытный, мне кажется, ты. Нет, кто дольше всех в спорте, рыболовном и спортсменов в пал? Ну, вот угадай. Слушай, если ты не угадаешь, я вообще не знаю даже, как с тобой дальше-то разговаривать. Мой напарник. Нет? Ну, Андрей Петерцов, 84-го года рождения, да? Ну, смотри, ну, я тебе подсказку дам. Этот человек, там написано в анкете, ну, на сайте пал, этот человек с 94-го года в рыболовном спорте. Ну, вот я тебе так скажу. Из участвующих? Ну, он участвовал в пале, и даже говорят, вроде с тобой в одном экипаже. Колян? Да. Колян дольше всех? Я у него... Слушай, мы когда с Шабалином... Он просто так молодо выглядит. Слушай, мы с Шабалином самые старые спортсмены. В пале были, ну, Андрей еще только, не знаю, начал он ходить в Эмпел или нет. Мы с Шабалином пришли в один день. В рыболовный спорт. В сентябре 98-го года. В один день мы пришли. Шабалин пришел в команду. У вас такое противостояние десятилетиями длилось, да? Десятилетиями идет, да, противостояние. Шабалин пришел в экипаж, кого бы вы думали, Владимира Иноземцева. Там был экипаж Владимира Иноземцева, Михаила Иноземцева и Шабалин. Ну, а я выступал за экипаж, не экипаж, за команду кастинг-клуба. Там был такой Владимир Голаничев и Виктор Андреев, такой известный тоже рыболов-спеннингист, автор многих книг. Вот мы пришли в один день. Ну, и мы всегда кичились с Шабалином, что мы самые старые, мы легенды. И тут я открываю анкету, а там есть человек, который с 94-го года. Он, по-моему, тоже с 84-го года рождения, Коля. А я не помню, Коля от какого года. Слушай, и мы как-то не выдержали и произошли к нему, и сказали, Коль, мы думали, что мы, собственно, самые старые. Он в анкете указал так? Да ты можешь почитать. Я думаю, почему так Елисеев круто выступает? Да ты выступал самым корифеем, который с 94-го года. Я вообще, знаешь, как бы, я его не как спросил, С 8-ми лет получается. Слушай, он 84-го года рождения, но если 84-го... Значит, 10-ти лет. Кто-то в школу пошел, а Колян пошел в спорт. Ну, Колян сразу пошел в спорт. Я у него как-то спросил, говорю, где же ты выступал-то в эти годы? Я просто, насколько знаю, середина 90-х, там, ну, со спортом вообще было плохо. Да вообще совсем тяжело было. В стране. Началось, как бы, более-менее подъем. Это, ну, наверное, 96-97 год, Евгений Константинов, Константин Кузьмин, ну, там, многие, там, Геннадий Серов, вот, Анатолий Маилков, это вот они начали опять поднимать, там, по крайней мере, спиннинговые. Появились опять Мормышка, вот это все, Оскар Яковлевич Соболев, и тут Коля. Так что, ну, твой бывший напарник, ты как-то поговори с ним, вот, что, Коля, оказывается, ты-то... Буквально сегодня с ним общались, но не додумался до этого. Николай Козырев, думайте, почему так Елисеев такой счастливчик? Почему он там столько всего выиграл? Да просто он самым корифеем выступал. Коль, ладно, без обид, ну, может, ты нам когда-нибудь расскажешь, какие соревнования были в 94-м году, где ты выступал, просто будет интересно. Вот, так что, и вот эта битва, битва титанов, да, 20-го года. Знаешь, все время многие говорили, что, как бы, вот Денисов, Чуланов, они должны были этот год забирать, там, у них там выпрыгнулась щука на первом этапе, на втором этапе, вернее, на финале у них там сломался катер, вот. Серег, я могу столько эфира нам не хватит с тобой с сегодняшнего дня, чтобы рассказывать, какие у меня трагические истории происходили, наверное, как и у тебя за всю историю рыболовного спорта, которые не позволили занять тебе высший пьедестал. Слушай, и после того, как вы выиграли 20-й год, вот вы после этого стали вообще, как бы, этими роботами, роботами, киборгами, кстати, не забывайте про конкурс, кто напишет лучший комментарий и обоснует, киборг, робот, Дмитрий Елисеев, или наоборот, просто обычный человек из костей, мяса и крови, просто кровь, мы его видели, тот получит сертификат на 10 тысяч рублей от рыболовного магазина Рыбомания. В 20-м году финал был, конечно, сложный, вопросов нет. На самом деле, у нас после первого тура, когда мы сделали нормальный результат, это 20+, и к нам не посадили на второй день оператора. Вы офигели их, честно говоря, да? Ну, честно сказать, мы были рады, но и в то же время это было неожиданно. Вы не попали в четверку? Мы были пятыми, по-моему. Четыре, да, тогда было? Да, тогда четыре оператора было. Да. Но все шансы сохранялись, и мы прекрасно это понимали, что отрывы там не такие. И уже, конечно, на следующий день разговоры про от всем известного экипажа, который достойно выступил, занял второе место, Чуланова с Петей, да? Уже была информация, что уже не 100 килограмм... Они третьего, по-моему, заняли, да? Они по итогам года второй, да? Да, по итогам года второй, а там Шипов с Кривозубого заняли второй. Вот. Так вот, от конкурирующего с нами экипажа за лучших рыболовов в годы уже информация была о том, что если в первые дни они готовы, говорили всем, что будут ловить 100 килограмм, 70, то когда перед вторым или перед третьим туром ко мне подошел оператор и спросил о том, как вы себя чувствуете. Вы знаете ли, что Чуланов с Денисовым собираются ловить 50 килограмм? В одном туре? Да, да. Это было перед вторым или перед третьим туром. На что я ответил, ну, это сильные ребята, конечно, но ничего не поделать. Мы все понимаем, что реалии таковы, что им становится тяжелее, они уже не настроены на планку 50, ой, 100 килограмм, а готовы даже на 50 согласиться. Я говорю, мы поймаем больше. Вы молодцы. Слушай, работает сыворотка, правда-то. Работает? Как есть все, Серега, работает. Сейчас, вот еще, подсмажем механизм. От души. Ой, вкуснота. Друзья, угадывайте, односолодовые виски возрастом от 12 до 15 лет. Вдыхнул даже в камеру. Выдержаны 10 лет в бочках под бурбоном. С запахом цитрусовых, очень легкие, как я называю, это лимонадные виски, которые пьешь, и так он даже не хочется ничего больше, даже кусочком сыра не хочется его закусить. Все, я хочу чуть-чуть пал оставить, мы опять к нему вернемся. Сейчас зима. Он везде вокруг и около. Да, он здесь вокруг, вот пал, везде пал, пал. Ладно, сейчас зима. Ну, ты, ты даже, у тебя даже ник, да, там где-то, мормышечник, или я мормышечник. У меня причем был мормышечник, но я забыл в детстве логин, пришлось написать спереди. Уже кто-то занял, да? Ну, я в свой аккаунт не мог войти. Так и остался, так и повелось. Но, я знаю, Дим, что ты любишь ловить не только на мормышку, там, как бы, вот эту всякую рыбку, там, ерша, там, окунька, плотвичку, подлесечка, вот, и еще... Леща. Ну, леща, да. Там, я знаю, что ты ловишь уже современными, вот этими новыми, там, зимними мультами, там, специализированными удочками, под вываживанием катушкой. Ловишь судака, там, ловишь щуку. Было дело, не буду скрывать. Знаю, что ездил на КЗН, у тебя там специально оборудованный паноптик, да, лайфскоп, там, в ящике, там, есть, потому что ты нам показал, как надо, там, искать, там, эту рыбу. Скажи, а на своих домашних водоемах, на Синеже и на Истрии, ловишь судака? Серег, или это Амерта? Я думаю, что реакция на камеру у тебя будет более снисходительная, и ты мне ничего такого не сделаешь, если я тебе прямо сейчас скажу, что в том году с твоего стола, по-моему, я приобрел VIP на складе оптовом, которые закончились, Marvel 90-е, битое стекло. Я даже какой-то пост сделал в том году, когда поймал судака хорошего на Синеже, и у него была вот именно эта модель. Во рту ловлю, да, ответ, конечно, да. Рыба ловится, рыба есть, и, конечно, с современными приборами ее намного интереснее ловить, намного интереснее, понимание улучшается, ты с большим интересом вообще подходишь к процессу, анализируешь, осознаешь картину подо льдом, потому что, если летом у тебя, ну, есть возможность, как бы, на катере изучить большой акваторию, используя структурник, то зимой у тебя вообще глаза были закрыты вот до недавнего времени. Сейчас же, хоть как-то, хоть на какую-то небольшую площадь, хоть примерно, потому что эхолот, ну, даже, да, Panoptics, он не совсем досконально, не всегда идеально показывает все, много там минусов, минусов, и только в ряде моментов ты действительно можешь разглядеть рыбу и все понять для себя, как оно есть. Я на самом деле считаю, что этот прибор, он только позволяет, ну, прибавляет в каком-то процентном соотношении твой результат рыбалки. В целом же, он, ну, тоже достаточно ограниченно действует, и из-за короткого светового дня, из-за сложности бурения луны, толщины льда, нахождения до определенного места, ты видишь лишь мизер, лишь какая-то частичка попадает тебе в мозг, где происходит аналитика всего процесса. Далеко не всегда видно рыбу. Рыбу видно в идеальных условиях, в толще воды, на расстоянии до 20 метров, как и летом, какую-то стайную рыбу видно, но если рыба одиночная, она где-то там прижатая ко дну за барханчиком, за каким-то препятствием, ну, ее не видно. А тут ты можешь точно там увидеть, где корешка находится, да? Да, плюсы в чем, то есть ты посмотрел, огляделся, увидел, если стаю рыбы, да, обычно хищник с белью ходит, ты можешь буквально по метрам посмотреть, где встать не в саму стаю, а с краешку, допустим. Вот, ну, оптимально. Если ты увидел корягу, ты можешь, ну, правильно встать, опять же, чтобы не в дебри туда засунуть, там, три любимых виба, потом разрыдаться, просто кулаком облет ударить и уйти в сторону базы, шашлыки жарить, а встать грамотно и попасть в судаку под нос. В пелагике рыбу можно видеть, можно видеть размер рыбы, вот что очень важно. Я, кстати говоря, на Сенеже, собственно, в тот день рыбалка была практически нулевая. Я насчитал 63 человека на водоеме. Судощатников? Да, и причем судощатников было 60. Три человека на мормышку ловили, или два, что ли, один жерлицами, ну, вот какая-то такая статистика. То есть все блеснильщики на искусственные приманки ловят рыбу. И под вечер не осталось никого. Но я заприметил местечко, где в Panoptics подходила рыбка покрупнее. Вот. И вечером на этом же месте у него случилась активизация. Одну рыбу хорошую я оборвал, к сожалению. Может, это щука была, кстати говоря. И одного добротного судачка с твоим ВИБом. Слушай, Дималь, там тебе сейчас предъявляют те аборигены Синежа. Они же, я так замечаю, они так стараются все-таки не афишировать ловлю судака на этом озере. Ну, что я могу сказать? Во-первых, глубины там небольшие, что в свою очередь позволяет безболезненно отпускать рыбу. Рыбнадзор, который смотрит за размером, по-моему, за санкционного размера рыбу. Да, 40 сантиметров. Да, без хвоста. Да, без хвоста. Практически паловский размер. Да, 3000 рублей, по-моему, штраф. Слушай, замечательно. Да. А вот эти поля жерлиц, как вот на многих подмосковных водохранилищах, которые, ну, люди там приезжают и ставят там их десятками, там на Синеже следят за количеством? Ну, по десяткам, сейчас же 10, по-моему. 10 можно, конечно. Честно говоря, я удивлен. Всегда в советское время можно было ловить 5 жерлицами. Я считаю, что для ловли вот такой статичный, ну, это за глаза. Это достаточно. Сам не ловлю. Но когда я вижу, когда там приезжает человек, там он приезжает, может быть, берут с собой друга-мармышечника, а то и двух, и один человек выставляет 30 штук. Но нас же трое. Да, но нас же трое, да, и уничтожает там поголовье там щуки. Ну, щука, сам понимаешь, на многих небольших водоемах, вот, допустим, у меня есть карьеры, ну, там, где я живу, там, в городе Дежинске, они, ну, браконьерства мало, потому что под окнами все это происходит. Но жерлицы, основную щуку уничтожают жерлицами, именно в зимнее время. Вот эти огромные поля жерличные, на Сенеже есть такое? На Сенеже, ну, достаточно все спортивно, на самом деле, благодаря, ну, современный рыболов, он быстро учится, он много знает, интернет безграничен, черпает информацию постоянно, самую актуальную, и мне очень приятно, что на родных водоемах люди крупную рыбу стали отпускать. У меня очень много друзей, кто трофея не на сковородку бежит класть, а возвращает в родную стихию, и потом частые случаи, когда его ловят вновь, а иногда и в третий раз. Достойно уважения. Да, это очень приятно, это греет душу, и те, кто... Рыбалка вообще популярна сейчас стала, ну, откровенно говоря, и многие из интернета начинают свои первые рыболовные шаги, и они натыкаются на видео, где ловят и отпускают рыбу, и это их принцип, ну, основной, которым они, в принципе, и пользуются. Ты можешь мне сказать, допустим, набор снастей, там, леска, катушка, удилище, ну, и какие-то там, может быть, топ-5 приманок для ловли судака на Сенеже и на Истринском закранилище. На Истру ты же тоже ездишь? На Истру езжу, но редко. Ну, вот расскажи мне про снасти. Вот, допустим, начнем, там, катушка, удилище, там, шнур, лимонка или флюр. Что там у нас еще? Ну, и топ-приманок 5. Ставишь ли поводок? Не ставишь. Если ставишь, то из какого материала? Расскажи, пожалуйста, снасти для ловли судака. Во-первых, следует учесть тот момент, где ты будешь ловить. Если это стоячий водоем, средняя глубина до 10 метров, до 7, это одни условия. Если это течение, то это совсем другие условия, там, с большими глубинами. На течение я использую удочки пожестче. Это XH модели, где большой VIP 90-миллиметровый с приличным весом будет достаточно контролируемый, хлыстик не будет проваливаться. И этот VIP позволяет наблюдать его четко под лункой максимально качественно. И ты осуществляешь проводку, ну, соответственно, под лункой. Плетенку не парусит, используем мы плетенку на течение. Она тонкая. Я, кстати, без поводка ловил в том году. Да, ну, судак, он обычно под лункой не крутится. Это щуки как бы характерны. Ну, все быстро, мобильно, без лишних узлов. Чем лаконичнее снасть, тем она лучше. Катушки современные, скоростные. 13 фишинг популярная в последнее время. Вот. Я тот сезон с ней, ну, провел достаточно много рыбалок. Все нормально было. Удилище. Гретта у меня XH. А на сенеже я использую разные приманки обычно. И хлысты тоже. Вот благодаря Гретте можно мобильно заменить хлыстик и поставить более деликатную приманку или более тяжелую. И очень важно плавно, аккуратно преподносить приманку. Аккуратные покачивания, плавное опускание. Это все... Это все... Ну, сенеж, какой струй удочки? H, HH, MH. Мне MH очень понравился. То есть я плавно завожу приманку, она при падении не отбивает хлыст, то есть ведет себя максимально естественно. И рыбе это нравится. Потому что по количеству подхода и результативности поимок рыбы, он там ученый, наученный, там с микроскопом подходит. То есть там по 60 человек на таком довольно небольшом дуэме судочатников. Да. Это я представляю, насколько он матерый там. А на больших глубинах я использую флюрокарбон. Диаметром, причем, достаточно прилично, 0,4. А за счет него еще более плавная игра, плавное падение. Прямо на катушке мотаешь, ну, как бы, в качестве основной. Да. А шнуры? Шнуры какие? На течении я опасался, на самом деле. Бабаков Илюха говорит, не боись, все проверено. Сиглон четырехжильный, причем бюджетная плетенка. Ну, как бы, зимой сильно дорогую ставить не особо хочется, потому что абразив, ну, сложные погодные условия, постоянная нагрузка, там, перетирание, да, облет, абразив, который на леске из одного температурного режима в другой. То есть леска подвергается, ну, просто... Серьезно, да, на русском. Да, краш-тесту такому. И я был удивлен, когда все хорошо. Было несколько рыбалок по несколько дней, и фу-ть-фу-ть-фу. Конечно, трофеев не было, ну, там, в районе трешки судаки самые крупные были, но зато в количестве все в порядке, все выдержало. Тот же самый сиглон из-за этих же предпочтений. Размер шнура какой? Единичка, 1,5? Полторашка, полторашка, да? Полторашка, да. Да, четырехжильная. Ну, она чуть пожестче, как бы, так как постоянно на обломку все трется, лучше... А приманки? Приманки топ-5 от Дмитрия Елисеева. Для ловли синеж. Нет, давай так, топ-5 для синежа и топ-5, допустим, для камы. Ты же на каму ездил, да? Да, ну, это актуальная будет информация прошлогодняя, да? Марви 70-й, битое стекло и светофор. Топ-2. Синеж? Да. Айсджик, 70-ка, золото-серебро, классика. Именно Айсджик, а не этот, не ваблер? Не, ваблер широкий. Я там летом щук на него раньше ловил, когда трава была и амур не съели еще. Так. Потом там самодельные блесны работают хорошо, ну, или покупные, обычные. Судаковые такие, продолговатые, да? Да, продолговатые, длинные. Труба. Труба. Труба работает на синеже? Да, да, она вообще везде работает. Вот, но я упирался в первую очередь именно в ВИБы, потому что ВИБ более объемная приманка, которая в первую очередь отсеивает мелочь и позволяет тебе приблизиться как минимум к шансу со встречей и с тем, что ты уговоришь трофейную рыбу. Поэтому Марве битое стекло и светофоры, я бы даже поделил их. Вот, два цвета эти. Ну, в общем, естественный получается и провоцирующий цвет, такой яркий, там, ну, трехцветный. Причем даже в темноте, Серег. Да, то есть, это не то, что, да, вот, светофор прям вот на рассвете, там, на закате, а днем натуралка. Нет, вот, по-разному настроенная рыба, она как-то поярче, а другой натуралочку. Ну, что, мы скоро полоем, ну, в принципе, сейчас уже зимняя рыбалка идет, вовсю, сезон идет, мы пока не будем секреты открывать, а то нам потом скажут, что вы там раскрыли все секреты ловли на Сенеже, на Истрии, на Каме, и пускай люди, которые аборигены там ловят, пускай они полоят. А то после нашего подкаста набегут, да? Да. Что касаемо Камы, условия там совершенно иные, то, о чем мы говорили, это течение, приличная глубина, и там нужно быть готовым к вариативности. Ты мне рассказывал, когда вы попали на рыбу, вообще на двух метрах, на судака, в то же время как, мы ловили с 15, одной приманкой, тут явно не обойтись. Слушай, ну это была весна, мы попали, да, на Поливе, там же, на Казаин-Фиш, в тот день, конечно, был страшный день, мы потом провалились на снегоходе, в ночи, лед был метр, полетели в огромную промойну, это второй день рождения, утонуло все, все, что было в санях, я не знал, что лодка прицепленная, ты был, я ходил на такой лодке, да? Что лодка прицепленная к снегоходу тонет за одну секунду. Я тебе могу так быстро рассказать, была ночь, морозит стояло 10 градусов, мы ехали с офигительной рыбалки, клевал судак, ну размером от килограмма до трех с половиной, у нас было шестеро, двое сидели в снегоходе, и четверо сидели в лодке, я сидел крайне, ну самые дальние, на лавочке спиной, ну что против ветра, ты знаешь, как обычно они возят на базе, я радовался замечательному дню, весеннему мартовскому, лед был метр, я даже подумать не мог, смотрел, там полная луна была, звезды, обычно самые такие вот ситуации происходят, когда думаешь, что ничего не должно произойти. Снег стаял, была просто такая ровная, ледяная поверхность, я ехал, и как бы, было просто замечательно, такие были поклевки, представляешь, на какой-нибудь большой глубине, такие судаки там клевали, там удары были мощнейшие, мы на бокоплавы тогда ловили, о чем-то думал, и во мне позвонили мои друзья из Казани, и приехали на базу, ждали меня, когда я приеду, чтобы мы посидели так же, выпили поглоточку виски, и тут я услышал крик, и через долю секунды, волна, которая меня захлестывала, снегоход с лодкой утонули за одну секунду, я почему думал, что лодка, там и снегоход провалится, мы же в лодке, там в Казанке сидим на полозьях, лодка утонула, я просто единственное, что успел оттолкнуться и поплыть, это не было так, что, знаешь, там провалились, когда образовалась огромная промоина, я плыл кролем, я по этой промоине, в зимней одежде плыл кролем, а там ходили водовороты, кстати, потом мы узнали, когда доставали весь скарп, утонувший, снегоход, и там наши шуруповерты, там еще стояло две сети, в этом месте, старые, с осени, слава богу, что никто не запутался в этих сетях, глубина была 2,5-3 метра, потом утром приехали, мы фотографировали, мы видели, где лежит лодка, этот снегоход, плавали кругом валенки, какие-то рюкзаки, доплыл, вылез, удалось мне подтянуть еще одного там с нами рыболов был, Игорь, он очень тяжелый, там килограмм 140-150, я его вытащил, под нами опять все рухнуло, второй раз вылазили, опять, я сначала, ну я полегче, вылез, потом его доставал, этот день был, вторым днем рождения, поэтому, друзья, аккуратнее на льду, лед, это ошибок, не прощаю, самое, знаешь, интересное было, что когда все это произошло, мы вылезли, мне почему-то казалось, что у нас семеро было, я там, все на месте, все, сколько, шесть, я думаю, одного нету, ты знаешь, у меня правда был такой страх, что нету одного человека, но потом оказалось, что у нас было шестеро, вот было шестеро, все спаслись, вот, потом была спасательная операция, хорошо, у меня единственное, у кого айфон, был эвергреновский костюм, застегнут, у всех телефонные промокли, и мы не могли даже вызвать на помощь, мы находились где-то в километрах, наверное, в 12 от базы, вот, я достал, а у меня работает, мне удалось позвонить Олегу Маркухину, он выслал два снегохода, потому что был холод, мороз, один у нас вылез без сапог, представляешь, он пример сразу к льду, в носках, я помню, он сел, мы достали ящик, он сел, я расстегнул куртку, его ноги себе под мышки, ну, чтобы дождаться помощи, так что аккуратнее, на таких, на зимних рыбалках, ладно, я сам три раза проваливался, поэтому понимаю, прекрасно понимаю, Дим, а случаи, когда снегоход уезжал от человека, я тоже слышу, да, даже на рыбинке, нет, конечно, давай немножко сменим тему, топ-5 приманок на большой воде, Кама, Волга, вот Кама, ты, я так понимаю, на Казаин Фишинг ездил пару раз, да, Дим? Да, да. Вот расскажи, какие вот именно топ-5 приманок, именно в том месте, где есть течение, большая вода, крупная рыба. Был у нас разговор про марвиков, но они же, только в большем размере, это приманка такая податливая, мягкая, по игре, по своей, продолговатой формы, такой аккуратной, она, в принципе, на течение 90-е размеры, они работают вполне себе хорошо, то есть, там даже небольшой судачок, жаждет его съесть, тогда как в Подмосковье, ну, средняя, даже крупная рыба, порой, вертит носом. Активность выше, соответственно, пищеварение лучше, и аппетит намного поинтереснее. Даже у мелкого судачка, поэтому 90-е модели, там идут на ура у всей рыбы, то есть, ты одним вибом ловишь и детей, и взрослых, и бабушек, и дедушек. 90-е размеры, и функция примерно весом, да, 27 грамм весит. Да, да, вот, но, то, о чем мы с тобой говорили, там вариативность достаточно большая по местам, поэтому приманок нужно разных больше. И я в том году, делал упор на две модели, это Marvick 90-й и Chato B, он чуть-чуть потяжелее, он пообъемнее, и его видно в ряде случаев лучше на течении под лункой. Разница 5 грамм, 32 и 27, да? у него игра более активная, и порой, ну, более агрессивную можно придать игру, на больших глубинах, мне намного было комфортнее ловить Chato B, я практически, ну, полную рыбалку, вот последнюю, когда ездил, им отловил, исключением стало, то место, где было течение потише, и можно было более плавно преподнести приманку рыбе. А так, да, это 90-й Marvick и Chato B 85, 32 грамма, там эти страшные цвета, оранжевые, которые очень популярны у местного населения, причем там не только со льда, я узнавал, ловят на оранжевый цвет, вот ты можешь все цвета выложить из коробки, оранжевые положить осенью, там при ловле на спиннинг, да, по открытой воде, и это будет топ. Но также они переносятся и на сезон твердой воды, на период ледостава и льда. Да, оранжевый цвет, это топ. Яркий оранжевый, хотя я ловил на такой, на более блеклый такой, ну вот, ты знаешь эту расцветку. Если мне память, я видел этот ролик, по-моему, 753, да? Да, это такой родной, верглинский цвет, черная спинка и такой темно-оранжевый, Ну да. Не такой яркий, как 789. Да, не яркий, и причем, ну, все ловилось здорово. А на средних глубинах у меня очень хорошо, опять же, натуралка сработала. Отлично. Но и светофор тоже работал. Вот у меня 4 цвета. Морковные, вот эти два, да, такие, багровые, и натуралочка, и светофор. Не, бокоплавы и балансиры. Ты знаешь, про бокоплав, вот ты сказал, я тоже вспомнил, что мне Дима рассказывал, егерь, о том, что весной они отлично отлавливались, бокоплавы, но не в этот раз. В этот раз на вибы. И мы, там такая история была, мы целый день, просто целый день искали рыбу, в воскресенье было, тоже народу тьма. Я в тот день, по-моему, одного судачка, что ли, поймал. А до этого мы еще два дня сверлили, и сверлили мы многое, искали, была поисковая рыбалка, то есть, постоянно движуха. И уже в некоторых местах, там, знаешь, ну, когда все собираются к саням, там, переехать, там, типа, километра полтора, мы такие, да ладно, мы дойдем. Мы просто от точки до точки, там, в шахматном порядке, через метров 60-70. Молодежь неутомимая. Мы высадили все аккумуляторы, замучили всех ребят, егерей, просто. И уже на третий день, в воскресенье, когда мы поехали на предпоследнюю точку, вот, причем уже в числе одного экипажа, на одних санях, мы ехали втроем. И Костя оператор был. Три рыболова и Костян. Вот мы приехали, а там днем я увидел в стороне несколько крупных рыб, движущихся вдоль дна. Ну, по каким-то таким внутренним ощущениям, это был хищник, судак. И мы решили туда вернуться во второй раз, этим же днем, но ближе к вечеру. Возвращаемся, я тоже там ищу, одна, вторая лунка, третья, пятая, все, уже уезжаем. Я думаю, еще луночку сделаю, чуть с краю вообще в другой стороне, сверлю, и краем паноптикса вижу в 26 метрах уже границы прям. Стаю били. Ребята подъезжают на снегоходе, я им махаю, говорю, типа, стоп, стоп, все, да, да, а на водоеме никого на камень, представляешь, просто чистое. До этого же, когда мы находили рыбу с эхолотом, просверлив там 50 лунок, какую-то стайку небольшую, начинаем ловить, какие-то эпизоды возникают, поимки, поклевки, и сразу все, все, стая убежала. Там кто-то кого-то подбагрил, нашумели, насверлили, наехали, рыбы нет. Здесь же мы просто одни. И ребята тормозят, я говорю, вот сейчас здесь, сверлимся, сверлимся, и началось. Мы поймали, по-моему, 22 штуки за 2 часа. Причем, очень интересно было, ребята ловили в центре стаи на ступеньке с одних лунок, то есть по одной лунке просверлили, а мне уже, ну там просто некуда деваться, и я на бровку вылезал, под бровку скатывался, и так, и сяк, и они меня обловили с одной лунки, да. Ты зато нашел рыбу, поставил их, как настоящий человек. Я был в роли егеря, ребята, ловите здесь. Не, на самом деле, интересный опыт очень из этого извлекли, то есть ребята статично ловили в одной лунке, и лещ никуда не уходил. Он просто был там метров 7 высотой на 15-ти метровой глубине. Да, и ребята ловили четко под ним, он не паялся, не убегал, ничего. А я по краям. было видно на такой глубине и под лещом? Нет. Все черно, туда опускаешься, в эту черноту, Вообще, да. Просто качаешься. Отворачиваешься. А потом уже уезжая, я по ноптиксам, ну, смотря границы Беля, в крайний раз думаю просверлюсь еще, увидел корягу недалеко от лодки, ой, от лодки, ну, в принципе, от лодки, которая, в принципе, привязана... Саням, к этим, к книгоходам. Да, прямо у саней. То есть я прям подхожу, в метре сверлю, это коряга, я опускаю вип туда, ну, до кореги чуть не довожу, смотрю, поднимается. Начинаю играть, играть, у меня в этот момент паноптикс садится, вот прям все, высадился за целый день. Световой день длинный, мы постоянно его эксплуатируем, и поклевка сразу же. Вот на этой прекрасной ноте мы закончили рыбалку. Я смотрел твой прямой эфир, видел, у тебя там питомец, там есть. Да, зверюга. Зверюга? Причем, там такая с ним история, но это как в сказке. У меня жена хотела кота, черного кота. Вот, а желание, если очень в них верить, они материализуются, исполняются, на самом деле. В смысле материальные. Да, есть такая штука. Я говорю, не надо нам кота. И так без кота, во, дел. Одним вечером прихожу я, значит, после работы домой, и супруга мне говорит, Дим, слушай, ты не ругайся. Это вот, случилось что-то, или что? Слушай, такое дело, ну так, знаешь, да, понимаешь, дело, да, такое деликатное. Тут, в общем, кота я принесла, ничейный, домашний, ухоженный, вообще аккуратный такой. Котика, котика говорит. Я думаю, ну котик там, котик там, какой там котик, да, ну, небольшой котик. И тут она говорит, он спрятался там в углу, ну, мы сейчас поищем, во все группы социальные разместили, что, мол, кот там такой-то, такой-то там, вот потерялся, нашли здесь-то, так-то выглядит, фоточку сделали, ждем, в общем, какого-то отзыва от хозяев. Она говорит, ну, он там в углу сидит. Я думаю, ну, котик в углу забился, испугался, что-то покушал туда-сюда, выхожу, и потом котик этот выходит, а там вот такая котяра просто, это я не знаю. Я думал, вот такой вот маленький котик там на ладошке, который там двухнедельный. А до этого жена нашла такого рыжего кота, да, и он сейчас живет у родителей, у супруги моей. Вот, и сейчас этот кот, он, никто его не нашел, причем, история еще не оканчивается. Да, этот кот, значит, мы ждем всего отклика какого-то от хозяев, и на следующий день супруга идет по лестнице, она к родителям ходила, и этого черного кота, она нашла, там такая ниша, как бы, огражденная, и он там сидел на втором этаже, рядом с батареей грелся. На второй день, в это же самое время, она идет в этом же самом месте, а там сидит чисто белая кошка, вот такая вот. Я говорю, Соня, все, у нас лимит исчерпан, больше не надо питомцев. Прикинь, кто-то кошек, что ли, туда подкидывал, я не знаю. Они узнали, что тут Митрий Елисеев живет, который котов забирает, уже черного забрали, почему белого? Дима, он рыбу ест? Наверное, ест, но супруга его кормит, ну, не скажу, что лучше, чем меня, меня она кормит лучше, но у него ингредиенты, просто там, божественные. Паштетики там, да, всякие, то нет. Да нет, там корм какой-то фирменный, вообще такой, что от него, я не знаю, можно олимпийское золото завоевать, после порции утром рано. Слушай, у меня тоже есть кот, там британец, уже правда старый, и я тебе вот сейчас рассказывал, что я по средам голодаю, вот, и когда я ему накладываю этот паштет, какой-то супер дорогой, ну, в день голодовки. Да, в день голодовки. Слушай, кот элитный у меня, вот мы его вот такого маленького принесли, он уже двухнедельный ходил в лоток, в общем, он ни разу там даже, сейчас он у меня, я живу там в собственном доме, он у меня ходит на улицу, он вообще лоток, царских кровей принимает. Он уходит, приходит, тут правда морозы, когда наступает, он может за всю зиму там, два-три раза сходить в лоток, а так в основном, мы не знаем, что он там где делает, и вот, когда я голодаю по средам, я накладываю этот паштет из этой баночки, какой-то супер-пупер, у меня совершенно такой вкус, такой вкус-то пахнет, я не могу, мне каждый раз хочется его на хлеб намазать, и я ему пытался давать филе окуня, пойманного, или филе судака, он не ест, не ест креветки, он ест сырое мясо, это курицу, очень любит сырую, ну и вот эти карма, там различные паштеты, которые я все время на них заглядываюсь, может быть, когда-то и попробую даже. Сорвешься? Сорвусь, да. Когда ты будешь ходить на своей лодке? Или вы думаете даже вот так вот разделяться? Андрей на одной лодке поехал тренироваться к первому этапу на водоем, ты поехал там отрисовывать или что-то к финалу? Да, у нас на самом деле планы на этот год были, я единственный только неделю провел на воде, на катере, потому что его сделали в притык уже к срокам, которые поджимали перед началом турнира. Я на Чепоксарке провел неделю на катере, правда спиннинг даже ни разу не кинул. Как ты его притащил? Я просто знаю, как у тебя машина, как ты его притащил? Ну, легко, я его не тащил. Да, привезли его ребята из компании Димы Зюзина, Ваня, привез. У нас план какой? Мы хотим двумя катерами к двум этапам готовиться целый год, целый сезон открытой воды, ну, по возможности. Не надо это делать, Один катер на одной базе, другой на другой, и мы ловим. Ну, плюс еще, как бы, это техника, люди-то ломаются спустя столько, столько лет эволюции, вот, а уж техника-то, поэтому запас, как говорится, лишним никогда не бывает. Два катера, это лучше, чем один. И усилия с двух сторон, это намного, намного правильнее и результативнее в итоге, чем одного. Ну, вот скажи, Дим, ты профессионал. Часто вопрос задают в соцсетях, там, в тех же самых форумах, возможно ли жить только на призовые, там, и, ну, и на спонсорские контракты в нашем рыболовном спорте. Ну, допустим, ты чемпион мира, ты трехкратный, лучше рыболового года пал, там, не знаю, что-то еще там, чемпион всего, возможно ли жить на спонсорские и призовые? Думаю, можно, если этим заниматься, если к этому стремиться, и уже есть такие примеры. я даже знаю такие примеры, но в то же время, как сказал при разговоре твой недавний собеседник в этой же студии, Макс Русяев, не носи яйца в одной корзине, никогда не храни их, поэтому и у Андрюхи есть своя деятельность, и у меня есть моя кровинушка, в которую я столько вложил, что уже я не знаю. Мы тут думали с женой вообще, она говорит, ну, ты бы вот распрощался с магазином, я даже такой цифрой, ну, вот с трудом смог какую-то себе в голове вообразить фантазируемую цифру, за которую бы я отдал частичку себя, но это столько ты вложил в нее. Ну, хочется быть независимым, хочется больше времени уделять рыбалке, но первое, то, с чем я связался, чтобы обеспечить себя в жизни, это, ну, деятельность, которую я веду и по сей день, постоянно приезжаю к вам в гости. Половину года ты оторван от своего бизнеса. Скажи, вот у тебя не бывает таких мыслей, что пока тебя нет, что ты что-то упускаешь в своем бизнесе, в своем магазине, где-то недорабатываешь, где-то недополучаешься, где-то недополучаешь прибыль. Постоянно такие мысли меня посещают, но в то же время я понимаю, что я приобретаю на турнирах, когда участвую, намного больше. Мой ученик, один из самых молодых мастеров спорта, 17 лет в этом году получил в составе нашей же команды. Единственный, кому я, точнее, я единственный, кому он уступил на Кубке России, на Чемпионате России. Извиняюсь. Слушай, он, наверное, не посмел своего наставника обойти. Признаюсь честно. Ну, наверное, да. Он там ловил, вы же умеете оценить вес ерша до полу грамма. Он видел, что ты его опережаешь на 2 грамма, думает, я очередной раз не подсек просто, да? Ну, да, пошел, в общем, решил не обижать стариков. И я вижу, как развиваются ребята, и мне очень приятно, что такое поколение растет, и они достойные, они явно будут ловить лучше, чем мы, знать больше, чем мы, и достигнут больше, чем мы. И это все на наших глазах сейчас, это радует. Очень приятно. Кстати, по поводу ерша на полу грамма, мне очень вспомнилась смешная история из чемпионата мира, моего первого чемпионата мира. Проходил он в Казахстане зимой на затапливаемом озере К-29, у него название какое-то, не знаю, может, это ракета попала, и вот так она образовалась. Короче говоря, там нам привычные платва, какие-то караси иногда попадались, и еще там водился илийский бычок. Это рыбка размером, наверное, вот таким вот. Топичку. Да. Нет, не со спичку, с пол спички. Один раз на тренировке был ветер, вот, и я лунку укрывшись, поставил удочку кивком в лунку, то есть не задувал ничего, и увидел еле-еле небольшие покачивания кивка, я думал, это, ну, как... Турбулентность. Да, да, там что-то закрутилось, и он как-то шевелится, но потом подсек и понял, что у меня какая-то травинка, какой-то листочек, какой-то мусор прицепился. Достал мормышку, а там был вот такой вот, бычок. И зоны разбили совершенно неравномерно, там нельзя было их равномерно сделать, и где-то были уловы. Я в первом туре был первый, поймал 3,5 килограмма или 3,300, что-то такое. А во втором туре это была моя самая запоминающаяся рыба, я спустя 2 часа хождения с нулем поймал леща в толще воды с третьей поклевки, пролавливая слои на 6 грамм. И я потом бегал по зоне... Леща на 6 грамм. И я потом бегаю такой, проверяю в сумке. Все на месте, нормально. И я еще был выше середины в турнирной таблице в зоне. Так вот, возвращаясь к этому лийскому бычку, один парень в какой-то тоже непростой зоне поймал этого бычка. Это была единственная его рыба. И вот, как бы, все мировое рыболовное сообщество напряжено, ждет результатов. Значит, там весы, вот такое табло вовсю, там делегации, все журналисты, фотографы, да, конспектирующие онлайн-режим, там спортсмены, все тренера, судьи, в общем, ребята, кто взвешивает, принимают рыбу. И, значит, там что-то ноль-ноль, и тут чувак выходит есть. Все такие, круто. И он, значит, кладет этого бочка, а там ноль. Ну, там ноль-два, ноль-три грамма. По-моему, ему грамм записали. Записали мы? Да, по-моему, записали. Ну, то есть, рыба есть, но она ничего не весит. Не, ну, это, конечно, да. Мне так легко с тобой разговаривать. Да сколько лет уже? Ты даже, видишь, даже вот убрал планшет, просто даже мне нечего там смотреть. Ты сам все рассказываешь, сам все показываешь. Так я в отличие от предыдущих собеседников настроен? Затронули много тем, где я даже не ожидал, что столько у нас общего, и что так было интересно поговорить. Скажи, а вот по кулинарные пристрастия, что ты любишь покушать там? Помимо того, что сыворотка правды? Слушай, ну, несмотря на все качество алкоголя, я его не могу прочувствовать на сто процентов по мной уже оговоренных моментам, это я особо не пью. Вот. Я особо не придирчив вообще ни ко всему. Ни к чему. То есть, я... Короче, те, что положили, то ты съел. Обычно то, что у нас в холодильнике остается, я все им доедаю. Жена что-то отпробует, там, это она не ест, это она не любит. Я вообще абсолютно спокоен и лоялен во всех направлениях. Какой ты замечательный муж, а? Слушай, тебя можно кормить там чем угодно. Алкогой ты практически не пьешь, вот только по душам вот сегодня чуть-чуть выпил со мной. Чемпион. Блин. Не знаю, даже, не знаешь, у меня слов нет. на дне. Вот если так шкалу какую-то прям вот сделать, ну ты прям повыше категории. Ну, тоже работы много, к сожалению, хотелось бы побольше семей и время проводить, но приходится, опять же, идти на жертвы. Так-то я и спортом увлекаюсь, футбол играю вот раз в неделю так точно. На турники каждый день хожу, плавание тоже раз в неделю. Ну, хоть как-то какая-то физическая активность в периоды простоя, так скажем, между соревнованиями и поддержанием спортивной формы полезно для здоровья. Друзья, еще раз напомню, что тот, кто объективно и очень красиво, красочно напишет в комментарии, почему Дмитрий Елисеев робот или наоборот, почему Дмитрий Елисеев там не киборг и не робот, а обычный человек и с костей и мяса, тот получит сертификат от Рыбомании на 10 тысяч рублей. Ну и не забывайте, еще раз хочу напомнить, специальный приз от меня, от Сергея Беляева. Если он останется еще. Не-не-не, это приз будет в любом случае. Это тот напиток, кто угадает, который мы пьем с Дмитрием Елисеевым, а это виски возрастом от 12 до 15 лет, еще раз напоминаю, 10 лет в бочках из-под бурбона с цитрусовым запахом. Угадывайте и получите от меня в подарок бутылочку виски. Я не говорю, что именно такой, потому что я могу не купить. На самом деле, он не такой, в общем, он довольно редкий. Но ты обмолвился, что он дефицитный продукт. Слушай, ну не дефицитный, он просто довольно редкий, но я, читая комментарии после подкастов, я понимаю, что там нас смотрят те люди, которые являются намного более крутые вискогики, как говорится, чем я. Вот, они знают все, они понимают, и поэтому думаю, что они угадают это. Унюхают, думаешь? Да. Ну, наверное, будем закруглять наш свой с тобой диалог. Мне было очень приятно, Дим, с тобой встретиться. Вообще время незаметно просто. классные обстановки, такой уютный, ну, прям на самом деле когда еще так побеседуешь. Душевный, да? Слушай, а то мы, получается, мы с тобой или там на турнире, ну, правда, я тебя тоже редко вижу из-за того, что вы постоянно на тренировке, вот, но все-таки вижу иногда. Или по работе там, ты приезжаешь, ненадолго, как обычно, куда-то спешишь, нет времени о чем-то поговорить по душам. Очень много чего я узнал. Было очень круто, было очень интересно, и я прям очень рад. Спасибо. Спасибо, Серега. Готов на не то чтобы ежедневной, но на еженедельной основе повторять. Слушай, приезжай, я для тебя лично приготовлю бутылочку хорошей виски и подарю тебе на новый год. Хорошо, спасибо, Серега.